Девочки, мальчики, ну что вы? Я вас приветствую на основных каналах Нейроведьмы И сегодня у нас будет новый формат Ну, ну как новый формат? Ну, тот же самый, просто без камней Услышьте меня, пожалуйста, мальчики, девочки Кто со мной достаточно давно и знает, что я обычно делаю три варианта Три варианта у нас сегодня остается Но расклад без камней То есть я буду говорить на первый, второй, третий вариант И, соответственно, администратор просто выделит вам ваши тайм-коды Поэтому у вас нет сейчас возможности, может быть Да и, собственно, нужды, наверное, так правильно сказать Сосредоточиться на выборе камешков Конечно, я могу вам в кадр показать, как это красиво Но поскольку в кадр не помещается работа Я сегодня на прозрачном Второе мне нужно, чтобы картинка была четкой Потому что многие из вас потом пытаются разглядывать, да Те узоры, которые у нас получаются Да, давать свою личную интерпретацию Почему бы и нет Мы сегодня поиграем в такое, знаете, красивое таинство Как магия на песке Как я называю, знаете, когда фигуры складывают Вот И хочется мне сегодня быть для вас тем художником Который немножечко для вас откроет портал Вашего МВС сознательного Через образы Вытащит ту картинку, которую вам необходимо видеть и знать Прозрачное Таро И вот сегодня, когда мне предложили снять расклад на прозрачном Таро Я думаю, так давно уже не было Эти этой истории С прозрачным Таро Ну, потому что, знаете, не очень популярный формат, как оказалось Я вспомнила, что, собственно, у Эмили Кардинг Автора прозрачного Таро Есть еще одна колода Я не помню, она родилась до прозрачного Таро или после Это Таро Уши Да, вот такая вот красивая коробка Вот такая вот красивая колода Просто я не помню, знакомила я с ней или нет Буквально один расклад был Потому что я тогда на всю эту теорию Фейри, Кельцкую и прочую Про междумирие, да, я ее не изучала Сейчас я очень глубоко погружена И, конечно, для меня удивительно вообще, как в синхроне Работают события Потому что я сейчас провожу свои определенные инициации На уровне души, тела и Грегоров в частности И снова мне начинают подсвечивать колоды, которые были у меня достаточно давно Но я не могла проводить те энергии По причине того, что было грязновато Было грязновато и в пространстве, собственно Ну, как-то часть моей вины тоже в этом есть Но нужно было приблизиться к определенной частоте Определенным действительно вибрациям Знаете, как настроиться на другую волну Да, чтобы заново эта колода, она открылась У меня вот ровно такая же история с моими практиками, да Что-то открывается сразу, что-то открывается потом И вот я нахожусь в прекрасной сейчас энергиях Я уверена, что мы выдачем что-то очень такое красивое Вполне возможно, что скоро я и на Таро Уши поработаю Потому что к этому все благоволит К этому все благоволит Я еще так смеялась И сегодня попалось объявление мне у моего коллеги Который тоже пишет там про магию Но в таком, знаете, историческом, культурном концепте Достаточно грамотно Ну, по крайней мере, информацию, как он собирает, не нравится И было там, собственно, объявление Потом думаю, ну, мне вселенная показывает вот ровно ту же историю Потому что я стараюсь на самом деле Понемногу убрать из разных игр и игр для себя Создавая, опять же, свою картину мира Не выбирая что-то конкретное Не выбирая, например, какое-то определенное служение Да, или исследование, да, какой-то определенной традиции Да, я хочу, собственно, приобщаться действительно к разным источникам Да, то есть не пить из одного колодца А пить из разных, понимаете Потому что где-то у нас кислая вода, где-то соленая Где-то горьковатая, где-то целительная А где-то не очень И когда у тебя есть выбор, это очень круто И я сейчас, на самом деле, исследую возможности выбора в своей жизни И отслеживаю, да, как меняется моя жизнь В зависимости от того, что я выбираю И ровно такая же история у меня происходит как раз с моим Не знаю, мне подказывают магическим служением Но я этого не вижу как служение Пока это вижу, знаете, как чтение, как передачу информации И когда как бы я перестала сопротивляться тому Что это может быть из разных источников Мое чтение, оно Стало, наверное, объемнее Как мне сказала одна девочка, видящая Она говорит, твои расклады напоминают Запечатанную информацию И она распечатывается тогда, когда необходима То есть это не просто связь информации, да А это вот Может быть запечатанные события, да То есть, короче, энергетическая слепость будущего Знаете, такое называется Не могу, конечно, сказать, что это Я абсолютно про правительскую историю Я, скорее всего, просто чтец Сейчас, ну, на данный момент Я хочу, ну, на самом деле ограничить себя, да То есть, если я работаю там на этой платформе, да Ютуба Ну, считайте меня чтецом А вы, когда приходите в личную работу Тогда я уже буду раскрываться совсем иначе Вот так вот я это вижу Потому что как-то проявлять вот это вот Все свои разные многоэкранные способности Я и тут, и тут, и тут И все это, короче, в рамках просто Информационно-развлекательного контента Это как-то очень странно Всему свое время, всему свое место И как-то продавать бриллианты в переходе Мне тоже не очень хочется И, собственно, всем я это и рекомендую, да Всему свое время, всему свое место Соответственно, есть еще понятие уместности И это тоже относится к магическому кодексу Давайте, все же Прозрачное даро Эмили Кардинг Работа на три карты Колоду тасую Надеюсь, что образы все выпадают, да В прямых позициях Сейчас тему вам озвучу Чтобы было понятно Хотите вы это смотреть или нет Хотите вы это смотреть или нет Тут кто-то явно Сейчас Явно кто-то не хочет, да Чтобы я все читала Сейчас, секунду Ну что же Мы исследуем сегодня путь вашей гармонии Итак, путь гармонии Путь гармонии Что такое гармония? Ну, знаете, зачем проходить, наверное, путь гармонии, да Понять, что же там прячется во внутреннем мире Понять, что же там прячется во внутреннем мире, да А внутренний мир, когда вот мы осознаем его величие, многогранность, да Прекрасность и непохожесть Может являться нашим как раз вот этим, знаете, ресурсным местом силы Где мы черпаем возможности Где мы видим разные источники реализации Сейчас еще похвастаюсь Что-то я поняла, что я люблю хвастаться, да Скорее всего, у меня такой запрос на то, чтобы мне показали достижения реальные Я же такая А где еще достижения, то есть от моих проектов Девочка мне тут написала с очень трогательным сообщением Сообщение само не озвучила Но сам факт, что она проживая в конце солнца Она поняла, что она хочет запустить свой продукт Еще одна девочка, тоже восьмерка жезла Сказала мне о том, что вот она готова И дай бог, что это получится в общем Что-то такое красивое и мощное Я верю в это Вот, что все случится И я прекрасно понимаю, что если у нас запрос во Вселенную Показать нам, как мы проводим, да Энергии тонкого плана, тонкого мира в материальное А все там нам прекрасно подсвечивается Так что не нужно говорить А, там мне не показывают, значит ничего нет И вот это все, может быть, не хотим видеть Может быть, нужно посмотреть по другим ракурсам Поэтому я и буду использовать для вас сегодня прозрачное таро Может быть, вы не видите в символике Иоэйта Может, не видите в символике оракульного чтения Моих каких-то метафорических историй Но вы видите на символах прозрачного таро, как знать Но явно до вас кто-то пытается достучаться Не выбирайте камень, пожалуйста Ребят, сегодня у вас нет выбора камней Но, как всегда, есть выбор вашей картины мира Если она, опять же, вас не устраивает, вы знаете, где искать, да В проживании арканов мощнейший проект И дай бог, что он увидит свет еще и на других языках Потому что я понимаю, какое огромное количество аудитории нуждается в этом продукте Господи, как я представляю, сейчас людей все беседит и начинаю Но я сделала неправильную штуку Ладно, сейчас, сорян, оператору Видно? Как бы мне вот так вот, да, понимать, что мне нужно перетасывать колоду Так, единицы Единицы, я вас приветствую Как вот мне еще показывают, что это первый вариант На прямых позициях, окей? Ну что, ребята, у нас будет расклад из трех карт Которые вот полностью покажут ваш внутренний мир И, соответственно, состояние эмоциональное И все это по-чее прочее Единственное, что я, конечно, сейчас немножечко отрегулирую кадр Я уже вижу, что происходит Так, сейчас Секунду, ладно Вы, наверное, видите, да, что уже, собственно, дни колоды Обратите внимание на меч Обратите внимание, соответственно, на семью Да Ну, то есть у нас, скорее всего, этот момент какой-то шестерки чаж Да, и вот этот вот огромный пентакль Вот не знаю И, собственно, тучи рассеиваются Тучи рассеиваются Ну, я бы хотела сказать, что мне бы Хотелось в этом видеть Выход к себе, выход к свету, да Выход, собственно, к собственному пентаклю Потому что первичный у нас сейчас меч Первичный меч Ну, ладно, это на дне колоды Да, это послание просто для вас на дне колоды Я же обещала рандомность Хотя вот нам показывают картинки Давайте ваше сейчас состояние Да, ваше сейчас состояние Да, это карта колесницы Обратите внимание, что они уже никуда не движутся Да, у нас Видно? И вот, собственно, как бы эмоциональное состояние Оно рассказывает нам, что мы, скорее всего, на перепутье Может быть, нас штормит Да, и состояние спокойствия Состояние гнева, например Или какой-то агрессии Да, может быть, биполярочка даже Да, непонятно, куда несет меня, моя биполярочка Вот, ну, это аркан колесницы Вот так вот запечатлен Очень интересная, конечно Потому что это такая, знаете, форма Да, то есть это вот фундамент То есть нам показывают пока фундамент Мы, конечно, будем наслаивать другую информацию на это все Ну, вот, собственно, аркан колесницы Показывает, что ваше эмоциональное состояние Сейчас, конечно, крокодил не ловится Не растет кокос И, скорее всего, вы очень много тормозите и блокируете Сказать, что сейчас по семерке Простите, по седьмому аркану У вас гармоничное состояние Ничего не сказать Потому что это вообще не так Я возьму карты подсказки Которые я не буду вам показывать Вот, и считайте, что нейроведьма вообще жмот И она зажопила вообще подсказки Потому что они не попадают в кадр Но это хорошие И это подсказки на самом деле От той же художницы, да, писательницы, как хотите От того же автора Почему там, собственно, семерка? Смотрите Здесь у нас шестерка Пентакли на этом все И здесь на самом деле Либо нет понимания В какую сторону двигаться Чтобы обрести в себе ценность Или чтобы эта ценность проявилась Но не хватает вам гармонии Потому что как будто не хватает Материальных проявлений этой гармонии То есть смотрите Вот мы вроде себя чувствуем гармонично Да, все, знаешь, как говорят Тебе спрашивают Как у тебя дела? Да все, типа, хорошо в жизни Ну, отвали, да И здесь, с одной стороны Ты говоришь, что все хорошо в жизни А с другой стороны Ты же понимаешь, что это не так И теперь действительно Для понимания, что у тебя все хорошо в жизни Тебе не хватает вот этого, знаешь Проявления гармонии в материи Потому что вот себе, пожалуйста Майкросикс Имеется в виду А какая разница, в чем я говорю Потому что вы все равно не видите Сами картами я в виду Вселенная, боженька, нейроведьма Я же только сделала вообще, да Где мое кольцо? Где мое, собственно, достижение? Соответственно, да Здесь вот есть ощущение Некой побитости Ощущение большого проделанного пути Но где-то в какой-то момент Хочется этот путь обесценить И вполне возможно будет проявляться тень Но это вот такие подсказки от Таро Ши И мы сейчас, конечно, будем смотреть, что дальше Мы будем смотреть, что дальше Потому что эта карта показывает Наше эмоциональное состояние Но у нас, безусловно, есть внутренние конфликты Которые уже проявились И мы сейчас посмотрим, как видит прозрачная Таро Да, с чем связаны конфликты Как интересно это вообще Вот обратите внимание, как красиво Сейчас будет наслаиваться картинка на картинку Вот, пожалуйста, чаша весов Да, она же как бы карта справедливости Потому что явно есть ощущение перекоса Конечно, нам бы хотелось все равно весить Получается две стороны, да Но не получается пока Сейчас тоже посмотрю подсказку, почему Эмоциональный конфликт Эмоциональный конфликт Эмоциональный конфликт С чем связан Так, Даро Исцеления Смотри Тут, наверное, такая ситуация Что, возможно, нам кажется Что ничего не происходит Или, возможно, как бы нам кажется Вообще, что нас за что-то наказывают Сейчас, да Ну ладно, я покажу Вот эти вот карты в кадр И обратите внимание На самом деле На огромное количество зеркал И тут еще вот карта Это мечи, да Поскольку помню Ну, у меня ощущение Что вы как будто Вот свою ментальную силу Вот этот вот весь Вот свой хилинг, да Вот как только эти моменты происходят Мы начинаем все это жестко гасить Мы начинаем все это жестко гасить Вот когда у нас есть возможность Действительно оставаться В нашем гармоничном состоянии Мы начинаем гасить Я, конечно, не могу много рассказывать Потому что Как-то вы все общаетесь между собой Да, с кем-то там Я общаюсь как бы ближе с кем-то дальше Поэтому, конечно, я все эти истории Афишировать не буду с именами Ну, давайте так Собирательно Просто встретила как бы картину У одной своей знакомой девочки Как только он начинается Зона роста Она начинает себе жрать Короче, дико У нее это панические атаки Начинаются То, соответственно В благостном состоянии Она находится Да, появляются люди В которых она просто Резко сливает энергию Потому что ей кажется Что ее проблемы Важнее, чем ее проблемы Ну, их проблемы, да А ей важнее, чем Свои, да И получается, что Гармонизировать их состояние Важнее, чем свое Потому что Когда ты в своем Вот как будто Возникает какое-то чувство вины Что ты недостаточно нужна Недостаточно важна Недостаточно хорошая любовница Недостаточно классная мать Недостаточно верный друг Недостаточно, да И вот ты в этом состоянии Отколебаться от себя не можешь никак Ты можешь это советовать другим Но когда ты стоишь Вот этим зеркалом Да, они начинают тебя Просто со всей стороны Со всех сторон Вот эти все зеркала Которые действительно Проекцией может быть Ты вот себя Вот это все прячешь Да, и пытаешься Просто через эти зеркала Себе уничтожить Ты в этих зеркалах Не видишь какой-то позитив Ты хилинг не видишь Нам это показали Ты видишь негатив И, соответственно Почему ты делаешь Свой, ну, этот негатив Да Больше, чем позитив Но я тебе объясню, почему Потому что, скорее всего Ты живешь в состоянии Вот этой белой Пушистой овечки Облачка Там света в конце тоннеля Да, то есть у тебя Миллион как бы разных Рамок, ролей, ракурсов Да Все на букву Р Но ни в одном из этих Р Ты не рычишь Услышь меня, пожалуйста Да Роли, рамки, ракурсы Но ты не рычишь И, соответственно Для того, чтобы типа вот Рычать, да Вот словно вот проявлять Вот эту вот Песочную лошадку Которую явно там Не что-то доброе Это что-то мощное Это какой-то вихрь Может даже это пустынный Какой-то вихрь Вот Тебе, соответственно Нужно на это разрешение Да, по справедливости То есть я сейчас Как бы всех собачек гекаты Здесь для меня Не только лошадки Здесь еще и собачки гекаты Словно, да Я их спускаю С поводков Короче, по справедливости То есть А для этого Меня нужно довести Получается, что мы позволяем Хреначить свою условно Светлую сторону Чтобы у нас было Разрешение на темное Но это никогда Неправильно Потому что это никогда Не говорит про гармонию Потому что получается Что выпуская Свою условно Темную часть Там принимая Свою тень и так далее Да, мы впадаем В чувство вины Потому что нам кажется Что вот мы это делаем За счет людей Ну может, конечно И не кажется Может, мы так и выбираем Проявляться Да, потом типа Жалеем об этом И как бы нам вот говорят Что в этом есть Состояние перекоса Вот не зря Показывают Собственно, карту Справедливости Но нам, безусловно Нужна третья карта Которая покажет На выход Да, из наших Вот этих Вот всех Конфликтов Путь к внутренней гармонии Сейчас я особенно Тщательно перекосую Вам колоду Хотя не хочу Я уже вижу Я тут вам маищу Вот, пожалуйста Да, посмотри Как красиво Объединяются твои драконы Так, это вам все видно Да? Боже, как красиво Я надеюсь, что качество У нас не срежется Да? Хочу, чтобы вы это видели Вы можете сейчас Видео поставить На паузу Например, сделать себе Скриншот Или давайте Я дам вам Очень красивое Медитативное Задание Жаль, конечно Что сейчас расклад Не под музыку у нас Но я надеюсь Что может быть Мой голос не очень Неприятный Из-за вот этой Вирусы Потому что я Не до конца Сейчас провожу Энергию Блок Вот Но опять же Обратите внимание Как это красиво Да? Как посмотрите Ваши драконы И посмотрите Как у нас Драконы Меняются местами Наша светлая сторона Это получается Огонь Да? Обратите внимание Наша условно Вот эта темная сторона Она белая Здесь И посмотрите Как они облизывают Острие этого ножа Справедливость Да? И чаш весов Она тоже Справедливости И собственно Вот эта вся история Она рождает алхимию Потому что Если вспомните Допустим Вот момент умеренности Потому что задача Наша Придти к умеренности Это переливание Получается воды Но не из пустого В порожнее Или там Из пустого в порожнее Без отрицательного смысла Да? Это вот постоянно Какой-то момент Иниян Да? Объединение Какой-то круговорот Уроборос То есть нам нужно Прийти к этому состоянию Это будет означать Гармонию Да? Это смотри Это круг Да? Это как бы змея Которая пожирает Собственный Ну хвост Помнишь Да? Уроборос Или Соответственно Это колесо года Может быть Да? То есть вот такая Вот очень интересная Символика Это солнце Но опять же Солнце в перекосе Оно может ранить Оно может сжигать Да? Оно может решать жизни Ну и соответственно Здесь нам говорят Что пока не хватает Вот этого гармоничного состояния Но я сейчас еще одну У тебя подсказку Возьму Да? И понятно Что здесь про равновесие Сил, стихи Там и так далее Вполне возможно Что ты Когда в состоянии гармонии Являешься вот этим Миротворцем Да? Кто держит на руках Не только себя Но еще и весь мир Ну посмотри Посмотри Да? Просыпается сила И посмотри Как красиво Я не знаю Как это работает Я не знаю В каком потоке Мы сейчас с вами находимся Но обратите внимание На этих драконов Я перетасовала колоду И показываю вам Похоже Это Мэджик Это настоящая Проявленная магия Если вы проводите Вот эти энергии Значит у вас Что-то есть Вау Да? Короче Мы с вами провели Что-то классное Потому что Опять на подсказку Двойка жезлов Да? Двойка жезлов Это всегда про Рождение силы Да? Я как-то Писала такую Безумную заметку В своем Телеграм-канале Да? О том что Рождение силы Очень напоминает Женские роды С последующими Всеми процессами Да? Вот это вот Рождение дракона Метафорическое Которое кстати Есть в разных Мифологиях Да? В разных культурах Не помню Кто-то у нас там Дракон рождал И кельтские богини Да? Рождали дракона По-моему индуистские Тоже Вот И по-моему даже Тут у нас Про рождение дракона Крутится Крутится Не могу вспомнить Скажите мне Тиаман Да? Там же вот это Вот И Я сейчас вообще Как бы не смешиваю Все в винегрет Я сейчас как бы Ищу на самом деле Вот это вот Параллельное сходство Потому что я вижу Вот это вот Рождение дракона Да? Это же как раз Проявление женской силы Это проявление Женской силы Да? Или помните Это мать драконов И Дайенерис Там И Райнира Да? Женская сила Она рождается Но понимаете Она должна Рождаться В мягкости Если вы до этого Предпочитали Какие-то жесткие роды А еще и кесарево Чтобы вас Этого дракона Вытащили наружу Давайте попробуем Рождать его В мягкости Да? Собственно Расслабиться И совсем максимальной Любовью Направить свое Внимание На высвобождение Своей женской силы Мне кажется Я вам сейчас Рождаю медитацию Да? Я просто Все в этом Предстоящем Ретрите Потому что Я понимаю Что мы будем Проводить Чумышной Энергией Это плюс Еще на Бильтайн Приходится Внезапно Ну короче Вот так вот Мальчикам Тоже конечно Можно смотреть Просто аудитория У меня Преимущественно Женская Посмотрите Что Для рождения Той силы Нужно просто Видимо Облизать И полюбить Да? Вот это Острие ножа А для кого-то Это кстати Подсказка Инициация Если вы как раз Проходите мечи Потому что В мечах У многих Кстати Происходила Магическая Инициация Которая связана С богами Подземного мира Ну условно Подземного мира Да? Хотя это вот Все моменты Перерождения Цикл Да? Жизнь Смерть Так Не знаю Добро Зло Драконы Не драконы Такая вот У нас сегодня Интересная позиция По первому Варианту Получилась И настоятельно Конечно Прошу Поделиться Потому что Кому-то Понимаете Сейчас этого Мэджика Очень-очень Не хватает И вполне Возможно Что Если вы этим Поделитесь Людьми Количество Людей Которые Думают Как вы Которые Проводят Похожую Энергию Оно Будет вас Объединять В круг Который Вас Усиливает Вот так Мы по сути Создаем Те комьюнити В которых Нам жить Прекрасно Да? Собственно Которые Не отрывают Нас От реальности Мы не забываем О том Что мы Топ-менеджеры Что мы Зарабатываем Деньги Что мы Личные валюты Там например Еще что-то Но при этом У нас есть Возможность Немножечко Заглянуть В нашу Личную Нарнию Самое главное Себе не терять Да? То есть найти Там ресурс Как повернуться В жизнь привычную Но уже В других Ощущениях Вот такая Вот была Позиция По первому Варианту Поэтому Не бойтесь Как бы Своей Нарнией Да? Если это Не граничит С каким-то Сумасшествием Заигрыванием Да? В какую-то Параллельную Реальность Это имеет Место быть Все Вот такая Была позиция Жду от вас Обратной связи Потому что Мы с вами Что-то мощное Крутое провели Так Ну что Дочке Я вас Приветствую Мы сейчас Будем смотреть Происходящее С вами Сейчас Перетасую Колодку Смотрю Чтобы Все В кадр Красиво Попадало Я же рассказывала Да Уже Ну по первому Варианту Что Абсолютно Внезапно Так вот Случилось Что после Определенных Инициаций Я вспомнила О том Что У меня Есть прозрачное Таро Это как-то Случилось Что технически В общем Мне говорят Что нужно Сегодня снимать На прозрачном Потому что Есть там нюансы У нас Определенные Технические А вот С картинкой Я говорю Снимешь Я говорю Хорошо сниму Вот И я В общем Пока собиралась На расклад Я же вспомнила Что у меня Вот эта колода Есть На которой Я вообще Не работала А это же От этого же Автора Там Эбликардинг Я думаю Один тогда Расклад сняла Вот А сейчас Когда просто Тасую колоду Да И вот смотрю Что написано Да Открой врата Истины Да Собственно Киелитейского Междумирия Ну собственно Там знаете Междумирия Оно же совсем Это и не доброе Да Но колода Интересная Колода Очень интересная Колода Ши Да Это богиня Которая связана С вот этим Всем интересным Фиачеством Тоже работа На интуиции И поэтому Эта колода Она сегодня Нам помогает Да В тех посланиях Которые Приготовила Для вас Прозрачное Таро Поэтому Я настоятельно Прошу Не приходить Ко мне В каком-то Скептическом Настроении Желании Что-то найти Знаете Там какой-то Подвох Какие-то Подковырки Я очень хочу Работать В чистоте Я очень люблю Для своего Внутреннего мира Стараюсь Это все убирать На тонком плане Тоже Чтобы у меня Какашек Барсика Не было Поэтому Настоятельно Прошу Если вы хотите Просто посмотреть А что там Тарологи Это не ко мне Вообще Потому что Я сейчас Фрамирую Намерение Чтобы пришли Те люди Которым Эти знания Необходимы Мне еще Подсветили Королеву Пентакли И это говорит О том Что явно Вас проведут Вас проведут Ну что же Давайте смотреть Ваше Сейчас Эмоциональное Состояние Эмоциональное Состояние Ну что Это Какой-то Момент служения Дайте Я сейчас еще Посмотрю Чтобы он В кадр Красиво Попадал Да Интересно Конечно Потому что В колоде Это у нас Собственно Чуть не сказала Рыцарь Королева Пентакли Сейчас Как бы нам Показывают Что ну да Мы пытаемся Держать ровное Эмоциональное Состояние Да Вполне возможно Свои эмоции Делая меньше Или как-то Не реагируя На свои эмоции Потому что Не до них Сейчас Не до них Сейчас Мне бы себя Сохранить В этом сумасшедшем Мире Да Про гармонию Я подумаю Потом То есть Мы по крайней мере Пытаемся себя найти Потому что В рыцаре Пентакли Такие есть движения Такие есть движения Но посмотрите Что он Действительно Этот Пентакли Кому-то протягивает Может быть Это опять Состояние Знаете Когда Эмоциональный фон Мой не такой важен Как эмоциональный фон Окружающий Сейчас еще Переведу пример Может быть Не очень корректный Но какой есть Это опять же Мое любимое Сними пожалуйста Добрые расклады Потому что людям Так тяжело Я говорю о том Что Ну ты знаешь Говорю Мне тоже бывает тяжело И я сама выбираю Меня в этом состоянии Будут добивать Или меня в этом состоянии Будут жалеть А создавать намерение Что я сниму Добрый расклад Потому что Людям тяжело Это на самом деле Обманывать пространство Потому что Когда ты читаешь Ну просто Вот энергии Да И тогда Вот происходит Мэч Да Вот этот вселенский Мэч И к тебе приходят Те люди Которые необходимы Эта информация А когда соответственно Ты просто настраиваешься На добрый расклад Это подстраивание Да И может быть Выхода из зоны комфорта Не произойдет Я так не хочу Вообще Потому что Как-то знаете Я сталкивалась с тем Как все собственно Пытаются мою силу Заставить работать На себя Как же этот сериал Да От Нетфлик Называется Про принцессу Этого чертика На плече И собственно Эльфа И там По-моему В первом сезоне По-моему В первом Есть как бы серия Когда Значит Силу эльфа Пытались Отнять Тем самым Что посадили В клетке И значит Поставили трубки По выкачиванию Его крови Это жутко было Понятно Что это все В формате мультика И оно там Все знаете С черным юмором Но сама по себе Картинка достаточно Жуткая Это знаете Про то что Ангела бьют Если он не показывает Чудо Может не ангела Может еще что-то Вот здесь Вот такой момент Что может быть Вы заставляете Себя показывать Это чудо Не хотите Совсем Или момент Служения Конечно не буду Касаться еще сильно Как бы темы религии Потому что Я очень аккуратно Все это поднимаю Ну в свои Какие-то Относительно Закрытых Пространствах А извините Меня на аудиторию Почти в 500 тысяч человек Да Я так говорить не буду Потому что Все мы люди разные И как бы Вы приходите ко мне Заразны Но Когда вот мне Говорят о том Что Люди Которых канонизировали Собственно После смерти Да Очень такая Конечно скользкая тема Я буду максимально Корректна И вот мы Как-то продолжаем Ждать от них Помощи и силы Но мне хочется Сказать Почему мы не можем Оставить Людей в покое Они прожили Достаточно Интересную жизнь Насыщенную И вот как-то Каждый раз В памяти Воскрешать Вот этот Как-то Образ Как-то Знаете Мне грустно За людей Потому что Вроде как Путь закончен Вот А их не отпускают И вот тут Вот такой момент Знаете Что вы как будто Не можете Свернуть со своего пути Потому что Вас не отпускают Хотя эмоциональный фон Действительно Может оставлять Желать лучшего Ладно Сейчас будем Смотреть дальше Подсказки Подсказки От хорошей Вы в иллюзиях Находитесь Знаете В иллюзиях Относительно Чего Относительно Того Что это Миссия Да Относительно Того Что это Миссия И К этой Миссии Нужно Относиться Как-то Тяжело То есть Вы не Относитесь К этому Как Игре Вы не Относитесь К этому Как Познанию Вы не Относитесь К этому Знаешь Как Вот И состояние Какого-то Такого Вау Эффекта вы боитесь получать от этого наслаждения боитесь поэтому скорее всего каким-то очень красивым событием материальным придаете какую-то лишнюю сакральность, лишнюю сакральность абсолютно и нам об этом говорят то есть вот обычно какое-то земное притяжение вы называете там какими-то близнецами soulmates еще что-то, хотя это может быть химия совпадение по травмочкам да любовь в конце концов но обычная земная проявленная а мы здесь себе придумываем какую-то миссию невозможно эта миссия, знаете, как бегство от жизни и нам сейчас это очень активно подсвечивает хорошо давай внутренние конфликты смотрим, ой они есть здесь давай я тогда, наверное, буду в склад потому что нам уже показали это все да, эти, посмотри внутренние конфликты безусловно есть но вот эти вот внутренние конфликты они, кстати, не по отношению к людям они не по отношению к Пентаклю, да? здесь такой, знаете, шут с с одним крылом да, шут с одним крылом но шут с одним крылом смотри и вот это вот крыло действительно должно быть в конфликте обратите внимание, это только с одной стороны да, во-первых, бабочка здесь не полноценная она у нас находится в районе головы ну, словно смотри рыцарь мечей пятерка жезлов, собственно и карта шута сказать о том, что здесь есть какая-то гармония да нет, нет ощущение, что мы эту гармонию наоборот гасим да, то есть вот мы состояние вот этого спокойного принятия обратите внимание на этот белый цветок да, тут вот эта вот конфликтная часть твоя, вот эти внутренние конфликты его прям ногами попирают вот, поэтому как-то есть ощущение, что тебе может быть даже как-то стыдно быть в гармонии, да или стыдно видеть личную гармонию то есть то, что ты видишь гармонией это гармония для людей, да то есть ты хочешь, чтобы тебя видели гармоничным человеком но по отношению к твоей гармонии это не имеет ничего общего как только ты действительно смотришь внутрь на себя, на свою гармонию вот эти вот твои внутренние конфликты, да ты как вот этот вот, знаешь, виноград топчешь, чтобы вино превратить ты тоже прям ногами это все забиваешь что же ты тут забиваешь активно давай посмотрим у тебя гармония не для себя, но для людей а ты это людям делаешь хорошо ты чужие конфликты гасишь ты действительно это делаешь на личной силе обрати внимание, да лететь с одним крылом лететь с одним крылом было невозможно, что ты чувствуешь себя гармонично только если, ну, кто-то с тобой рядом есть а в одиночестве ты не можешь чувствовать себя потому что в этом нет целостности для тебя, да в таком интересном лабиринте и вот, когда тебе говорят, а что ты хочешь на самом деле ты не говоришь, все, я вот не могу, я не бабочка у меня лапки, я запуталась или запуталась и тут, наверное, скорее всего мы сами себя давим за то, что мы нежные и хрупкие существа потому что, собственно, нежное и хрупкое существо предполагает заботу о себе в первую очередь оно нежное и хрупкое, поэтому, скорее всего у нас бесит вот эти все розы, которых накрывает колполками потому что мы-то в выживании мы-то, возможно, хотели быть розами но уже отрастили шипы, соответственно, да и там любой колпак эти шипы поцарапается но давайте смотреть все-таки решение внутренних ну, как сказать, достижения гармонии ну вот, видишь, да, видишь только в полноценном союзе только в полноценном союзе, на самом деле, достижение гармонии да, то есть не заслуживать не помогать на личной силе решать уже и конфликты да, не быть вот этим вдохновляющим крылом а все-таки действовать из состояния взаимности подсказку еще возьму здесь карты мира боже, как красиво ну, смотри, здесь все карты абсолютно про беременность, синергию, про сотрудничество про ребенка про, возможно, вот это материнство которое должно перевести к рождению понимаешь? а ты вот эти вот энергии как-то очень сильно гасишь и, скорее всего, направляешь их не на себя, не на свою семью условно, да а извне, то есть ты мама или папа там, да в большом количестве людей а вот, собственно, есть ощущение, что вот эта внутренняя гармония она должна, ну, она, знаешь как не должна распространяться вот на огромные какие-то территории это очень дорогое пространство, понимаешь? поэтому все вот только на себя только вот это ощущение кокона может быть, это теплое одеяло, понимаешь? может, это какое-то какао с печеньками не думая о том, что это лишние килограммы, понимаешь? может быть, это какая-то добрая мелодрама и ты там котика погладить вот это тебе нужно и вот это ты культивируешь внутри себя внутри семьи, как ощущение ты с вот этим ощущением как в состоянии кокона вот это твоя гармония вот это твоя гармония а не когда ты пытаешься помочь всем обрести гармонию понимаешь? вот об этом тебе говорят вот такая была позиция для второго варианта троечка, ну что, я вас приветствую давайте смотреть происходящее с вами вот так вот Так, сейчас я посмотрю, чтобы картинка попадала в кадр. Так, ну что, ваше эмоциональное состояние сейчас. Ой, мои же вы котики, да, пятёрка чаш. Да какое там эмоциональное состояние, да, что-то всё плохо, вернусь не скоро. Опять будут, конечно, операторы возмущаться. Вернусь не скоро, да. Пятёрка чаш. Пятёрка чаш, как эмоциональное состояние, это апатия, депрессия, погружённая в себя, может быть, какие-то зависимости, всё ушло, всё пропало, никакой гармонии нет. Эмоционально как-то всё прямо разрушено. Сейчас я посмотрю причину, потому что сама по себе карта пустовата, и обратите внимание, сколько здесь пустоты. Я как-то говорила вам, да, что когда в жизни случается башня, и ты, конечно, всё это проживаешь, что как-то эмоционально через себя, а не через себя, неважно, да. То есть тебе нужно понять, что это башня, вот, а потом ты просто посмотришь, когда она рухнет, чтобы невозможно она тебе заграживала свет, что она была действительно ограничителем твоего сознания, знаешь, может быть, ограничителем твоих мыслей, что ты что-то держишься. И, собственно, когда это рухнет, у тебя откроется как-то бесконечное количество вариантов, возможностей, новое пространство. Да, вот это ощущение пустоты, да, ощущение, что ты сидишь на пепелище, может, пребываешь в депрессии, может, ещё что-то. Но если ты поднимешь голову, ты увидишь, сколько возможностей у тебя есть. Может, не сразу, но увидишь. Чуть-чуть, когда восстановишься эмоционально. Боже мой, боже мой, смотри, жизнь-то у нас продолжается, да, а ты вдалеке от этих жезлов сейчас находишься. Просто посмотри, как тебя действительно хотят повлечь в какие-то события, да, в какую-то энергию движ, дороги, пространство, в ряд. Это жезло новое, в конце концов, если что-то тебе надо, а ты сидишь в сторонке и что-то оплакиваешь. Колесо форту. Колесо форту. Продорок высших сил. Знаешь, тебе бы двигаться вперёд. Тебе двигаться бы вперёд, понимаешь, а ты в состоянии чего этого? Жадного дерева. Жадного дерева. Но я тебе хочу сказать, что есть ощущение, знаешь, что как будто у тебя кто-то забрал ресурсы. Может быть, забрал силу. Может быть, это внутреннее состояние, да, желание в этом находиться. Ты смотришь, как вот у других прорывы, движение, 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 а у тебя не происходит, да. У тебя не происходит. Сейчас я ещё посмотрю, почему. Да, посмотри, как прям другие движутся, да, к своей цели, достигают благополучия, потому что тебе кажется, вот им же помогают, да, у них всё хорошо, а вот у меня всё плохо, да. Им же помогает, всё хорошо, всё плохо. Но вот обрати внимание, что ты действительно вот сюда не хочешь приближаться. Ты вот сюда не хочешь приближаться, ну, то есть ты не хочешь войти в состояние, чтобы у тебя вот так вот было, да, по шестёрке Пентакли, что вот, пожалуйста, тебе дали бы какие-то дары, тебе дали бы какую-то помощь, тебе дали бы какие-то, не знаю, там, ресурсы, ещё что-то. И ты в самом низу. Вот как будто тебя не приняли, как будто тебя отвергают сейчас, да. Как будто тебя выгнали с праздника жизни. Как будто у других всё получается легче и достойнее, чем у тебя. Сейчас я посмотрю, почему так. При этом, смотри, тебе вот из этого источника даже дают какие-то дары, смотри, да. То есть, не знаю, как это девочка, что-то несут прямо эти Пентакли. А ты туда боишься? Ты реально туда боишься, смотри. Потому что, да нафиг оно надо, значит. Я туда вообще не пойду, да. Типа, для меня это смерти подобно. Да нет, вообще ни в коем случае. А, видимо, где-то там источник гармонии, вот это гармоничное состояние. Боже, смотри. Смотри, как тебе просто несут здесь и Пентакли, и кубки, да. Смотри, прям из разных источников. Прям тебе несут это всё. А ты говоришь, нет, нет. А ты говоришь, нет, оно мне не надо. А чего так? Чего так? Почему? Почему ты отказываешься вообще от вот этих жезлов? Почему? Что за внутренний конфликт? Просто ты же не говоришь мне. Так, ну ты поймёшь через какое-то время, что за внутренний конфликт, что-то прям в голове зреет. Смотри, как интересно. Тут не буду, конечно, накладывать, но я тебе вот так вот покажу, да. Смотри, вот что-то зреет в голове. Тебе даже переворачивать не буду. Повешено, ну вот прям в голову. Знаешь, какие-то загрузки, смотри, происходят как окон какой-то. А ты прям очень сильно этому противишься. Ты туда и не идёшь. Ты прям вот закрываешь эти двери, которые действительно всё же через какое-то время должны открыться. Вот оттуда тебе несут. И хотят, и любят, и поддерживают. Но ты эти источники для себя просто очень мощно перекрываешь. Ну смотри, вот через какое-то время, вот если мы с тобой обратим внимание, да, на это всё. На это всё. Посмотри, как ты становишься сильно больше и выше. Сильно больше и выше. Сильно больше. Посмотри, как много людей, как много фигур всё-таки хотят, чтобы ты себя сделал больше своих вот этих вот обид, там горя, там чего-то ещё, апатии. Потому что ты хочешь на самом деле какую-то мелочь. А тебе могут дать сильно больше. Ты хочешь какую-то мелочь, а тебе, получается, хотят дать сильно больше. Ладно. Ладно. Мне вот это надо всё же. Вот это надо всё же, потому что здесь как-то понятно. Я тебе рассказала и показала. Но будем смотреть выход. Да? Выход. Всё-таки гармоничное решение ситуации. Видно, да, картинку? Угу. В чём же гармоничное, да, решение ситуации? Где путь гармонии? Где твой путь гармонии? Что же нам здесь покажут? Как интересно, смотри, ощущение вообще, что твой путь гармонии, вот этот источник, прям перекрыть по восьмёрке мечей, эмоционально себя от этого всего выключить, да, перестать думать о том, что там где-то кому-то везёт больше, что кого-то, собственно, любят больше, что кому-то больше дают, собственно, чем тебе. Да? Потому что, ну, собственно, восьмёрка мечей. Что, собственно, тебе даёт восьмёрка мечей? Вот, мой котик, ты в восьмёрке мечей, не эмоционируя, не обижаясь, всё, мэч, и вот здесь вот, ты начинаешь действовать против вот этой всей, вот этой энергии, может, видишь, это как-то даже по-другому. Посмотри, как направлено, ты направляешь свой меч, и здесь ты можешь действительно с этим схлестнуться. Ну, опять же, если это ситуация, которая связана с какими-то эмоциональными крадниками, да, что тебя что-то забрали, но при этом другим людям как бы от этого хорошо, вот здесь вот как мы направляем меч? ты знаешь, что тебя зовут туда, что вот туда, куда ты считаешь, что для тебя это враждебно. Обратите внимание, получается, что через какую-то фигню, через какие-то претензии, через какую-то мелочь вообще, да, обрати внимание на свой меч, и здесь вот какой-то прям детская история. И кто-то на самом деле прям прикрывается тем, что он больше, блин, да я вот сейчас вот родителей здесь как бы позову, да, а у тебя вот как будто защиты, смотри, в этом всём нет, у тебя реально как будто в этом нет защиты. Вот тебе кажется, что изначально тебе что-то не дают, что-то не дают. Здесь смотри, как бы выход из вот этой ситуации. Я не знаю, может быть, самому себе стать защитником? Потому что здесь прям папы не хватает, да? Мы всё прям ждём, ждём защиты, ждём вот этого волшебника в голубом вертолёте. Вот, но мы сами уже, сами по себе солнце, мы сами можем решать свою жизнь, сами абсолютно. Всё. И мы просто должны просто выйти из вот этого состояния ограничения, да, по десятке жезлов. Да, то есть мы сами себе являемся источником. Сами себе являемся источником. Здесь, на самом деле, мы ещё почему-то не можем выйти из позиции конфликтов и выживания, да, в позицию удовольствия, принятия силы изобилия, благополучия. Вот такая вот была позиция по третьим вариантам. Более, чем всё понятно, более, чем всё наглядно рассказано и расписано. Так, ну что, с вами была я, ваша нейроведьма. Субтитры создавал DimaTorzok